Библейский портал экзегет.ру представляет Четвёртый псалом для библейского портала «Экзегет». Читаю его в переводе российского библейского общества. И мы с вами смотрим на развитие псалмов, на то, как один псалом перетекает в другой. Они отдельно, самостоятельно, любой из них можно прочитать просто один. Но есть и какая-то линия. Первый псалом был про то, как устроен этот мир. Вот нечестивые, а вот праведные. Всё по-разному. Вот так мир устроен, всё, никакой конкретики. А второй псалом вводит такую тему государства и, прежде всего, царской власти. Царь как представитель своего народа, но одновременно как человек. Но здесь он ещё больше как представитель своего народа. И этот царь Давид, и, может быть, Соломон его преемник, он сын Бога, усыновлён Богом, да, и он, соответственно, владеет землями, не только своей страной, но и какими-то окрестными землями. А другие цари и правители восстают против него. И вот здесь к нему вещевание прекратить этим заниматься. Третий псалом уже гораздо более конкретен. Это царь Давид, который бежит от своего сына Авесалом. Авесалом восстал против него. Как это горько и страшно, когда родной сын нападает на себя. Мало того, что это вообще просто тяжёлая ситуация мятежа в государстве и смертельно опасная для царя Давида, но это ещё и родной сын. И вот здесь этот псалом начинается с такого внутреннего сомнения. Многие говорят про меня, Бог его не спасёт. Неужели это правда? И тут же он говорит себе, нет, нет, нет. Конечно, Господь спасение моё, избавление моё. А что же четвёртый? Начальник у хора под музыку струнных, псалом Давида. Давид, но не указано, в какой конкретный момент своего существования земного. И вообще очень многие псалмы будут называться псалмами Давида, но не все. Музыка струнных – это некоторое такое обозначение, которого мы не очень сегодня понимаем. Более того, здесь периодически появляется слово «сэла», которое вот в этом переводе дано как «музыка», хотя мы тоже его не очень понимаем. Но это обозначение, касающееся манеры исполнения. То есть, как это поётся в храмовом богослужении. Ну, вот нет у нас нот, нет у нас богослужебных указаний для Иерусалимского храма. Есть только текст псалма, поэтому вот такие остатки в них есть. Итак, спасение придёт от Господа, было сказано в конце третьего псалма, а четвёртый. На зов мой ответь, о Боже, только Ты оправдать меня можешь. Ты спасал меня в бедах, помилуй и услышь мольбу. Люди, долго ли будете бесчестить меня и любить пустоту, обращаться ко лжи? Знаете, что с верным Господь не таков, как с другими, когда я зову, слышит меня Господь. Трепещите и не грешите, на ложах своих задумайтесь, умолкните, принесите жертвы, как должно, на Господа уповайте. Твердят многие, даст ли нам кто-нибудь счастье? О, Господь, светлым взором на нас посмотри. Моему сердцу дал Ты радость, какой не бывает, даже у тех, у кого хлеба и вина вдоволь. С миром я лягу и ко сну отойду. О, Господь, один Ты мне даруешь покой. Сложно понять, о чём этот псалом, если его не сопоставить с предыдущими. В третьем многие говорят, Господь его не спасёт, но Ты, Господь, спасёшь. А четвёртый начинается, назов мой, ответь, о, Боже, я же зову. А помощи-то пока нет. И вот, мне кажется, это развитие третьего, но в сторону сомнения. Псалтирь – это книга, которую человек обращает к Богу. Все книги Библии – это Бог к человеку, а здесь человек к Богу. И он бывает в разных состояниях. И мне кажется, четвёртый псалом – это псалом сомнения, которое псалмопевец преодолевает. Вот третьего, там было сказано, о Весалом сын Давида на него нападает. Но ведь не сразу Давид его победил. Более того, не так победил, как хотел. Погиб его мальчик. Вот. И четвёртый – что же вот, что же как-то не так получается-то всё, люди? Ну, сколько уже можно? Давайте уже, люди, вы прекратите. Может быть, это такой вопль сомнения, вот ощущение того, что всё-таки не так выходит, как я бы хотел. Я бы хотел как? Вот я помолился, и сразу всё исполнилось. Напал на меня кто-то, я помолился этого человека, там, как третьим сказано, сломали ему челюсть, да, и всё. И вообще никаких с его стороны выпознавений нет. Вот не так оно работает. И здесь вот псалмопевец, он метётся, он пытается понять, Господи, ты же меня спасаешь. Вот тут люди, которые без конца на меня наседают, от тебя я никак не дождусь. И тем не менее, этим людям он отвечает, когда я зову, слышит меня, Господь, трепещите и не грешите, на ложах своих задумайтесь, умолкните. Да, всё-таки вот эта уверенность у него есть. Может быть, он борется с сомнением, но внешне он старается быть максимально уверенным. Принесите жертвы, как должны, на Господа уповайте. Вот им он говорит, да, я твёрдо верю. Внутри себя он, кажется, колеблется. Твердят многие, даст ли нам кто-нибудь счастье. А при чём здесь многие? На самом деле, мне кажется, это внутренний голос его самого. Мне что, с ними соглашаться? Вот с теми людьми, которые говорят, да кто нам поможет? Вот никто не даст нам избавления, как в одной песне коммунистической поётся. Вот никто не даст нам счастья. И тут же он говорит, о Господе светлым взором на нас посмотри. Моему сердцу дал ты радость, какую и не бывает, даже у тех, у кого хлеба и вина вдоволь. У него, видимо, в данный момент не вдоволь. То есть, на голодном пайке приходится сидеть. А и тем не менее, ты дал мне радость. А какую радость может получить человек, у которого не вдоволь припасов? У которого враги со всех сторон. Чего хорошего в этом, да? Если ты богат, успешен, если все люди с тобой в хороших отношениях побаиваются, уважают. Вообще всё прекрасно. А какая же радость, когда ничего этого нет. А вот здесь, наверное, после этих долгих молитв, человек слышит ответ внутри себя. Он с Богом. Ему этого достаточно. И всё это внешнее, оно потом, наверное, придёт. Он говорит, с миром я лягу и косну отойду. О Господь, один ты мне даруешь покой. Вот эта ситуация, когда человек спит спокойно. Вот то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Нет, снотворное можно купить. Наверняка и в древнем мире были какие-нибудь травки, которые давали возможность человеку, так скажем, уснуть поскорее. Но вот это ощущение полноты собственной жизни. Вот это ощущение мира с Богом. Да, хорошо бы, чтобы было ещё хлеба и вина вдоволь. Хорошо бы, чтобы враги умолкли и не нападали. Но это вторично. Это может не сразу прийти. А важно, что чувство вот этого внутреннего просветления, оно приходит иногда вопреки этим внешним обстоятельствам, оно приходит именно с Богом. И об этом чувстве гораздо подробнее будет говориться в Пятом Псалме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!